Петров, ты что делаешь? Бахтин. Стреляет себе в песок, падает, дали послушать... Не-не-не-не, вот это напрасно, это напрасно. Это надо вычеркнуть немедленнее секунды. Послушай, помил ты, зачем стрелять? Ну он же должен кончиться на убийстве. Ну хорошо, пусть кончат, пусть заколится кинжалом. Видите ли, дело происходит в гражданскую войну. Кинжалы уже не применялись. Нет, применялись. Нет, применялись. Не этот, как его? Ну забыл, что применялись. Нет, вы этот выстрел вычеркните. Ну, слушайте, Моника, и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой. Да подождите, что же у вас сейчас выстрелы? Да выстрелы, да господи, да боже мой, да где? Вы знаете что ли? Вы знаете что? Эту сцену вообще надо вычеркнуть. Она лишняя. Нет, не нужна. Я считал, что сцена главная. Форменное заблуждение. Эта сцена вообще не главная, а вообще не нужна. Вы этот, как его ваш этот? Ну, пахтин. Ну вот, он там заколется вдалеке, а домой придет другой. И скажет матери Пехтеев, мол, закололся. Матери нет. Нужна обязательно. Вы ее напишите. Это не трудно. Это вам кажется, что трудно. Не было матери, а вот она есть. Это заблуждение. Это очень легко. И вот, уже старушка рыдает дома. А тот, который принес известие, назовите его Иванов. У меня же пахтин-герой. У него монологи на мосту. О, его Иванов расскажет его монологи. У вас хорошие монологи. Надо их сохранить. Вот, Иванов придет и скажет матери, Петя, мол, закололся. А перед смертью он сказал то-то и то-то и то-то. Очень сильная сцена выйдет. Ну, как же выйдет, Иван Васильевич? У меня же массовая сцена на мосту. Там столкнулись массы. Вот смотрите. Нет, они за сценой должны столкнуться. Это нам видеть не надо. Нет. Это ужасно, когда они на сцене сталкиваются. Вы, слава богу, голубчики, не знаете некоего Мишу Парина? Ох, это интересная личность. Мы его на черный день держим. Если что случится, мы его вперед пустим. Он нам тоже пьеску недавно принес. Удружил, можно сказать. Стенька ради. Я приезжаю в театр. Подъезжаю, еще издали слышу, окна были открыты. Грохот, свист, шум, гам. И палят из ружей. Лошадь чуть не понесла. Я думал, бунт в театре. Ужас. И, оказывается, этот стриж Стеньку Разина репетирует. Я говорю, Августе Авдеевне, вы куда смотрели-то? Вы что, хотите, чтобы меня самого расстреляли? Вы что, а если этот стриж театр подпалит? Меня ж по головке не подгладят. Сами знаете. Августа Авдеевна, уж на что доблестная женщина, говорит. Иван Васильевич, казните. Ничего с этим стрижом поделать не могу. Стриж? Это как чума у нас в театре, а? Вы, если увидите его, бегите от него, голубчик, на все четыре стороны, куда глаза глядят. А все это с благословения некоего Аристарха Платоновича. Ну, его-то вы, слава богу, не узнаете. Ой, а вы говорите выстрелы. За эти выстрелы знаете, что будет? Ой. А вам бы, голубчик, вот какую пьесу-то сочинить. Колоссальные деньги вы заработали в один миг. Глубокая психологическая драма. Судьба артистки. Мол, живет в неком царстве артистка. А шалька врагов ее правит и преследует, и жить не дает. А она лишь рассылает умоления за своих врагов. Сатана нам правила, нам правила, Сатана нам правила, нам правила, Сатана нам правила. КОНЕЦ